Денис, приветствую тебя. Всем привет. Торговая сессия среды, наша с тобой традиционная встреча. Как правило, они в последнее время проходят в проявлении каких-то очень значимых фундаментальных событий, ну или тогда, когда у нас есть возможность с тобой подвести итоги какого-то серьезного инфо-повода, инфо-события, которые позади. Вот как это было на прошлой неделе, собственно, выборы в США тоже позади. Так долго мы ждали это событие, рассчитывали на серьезную волонтинность, сейчас это уже прошло. Даже заседание Федеризерва в Ноябрьске тоже прошло. Рынок чуть-чуть успокаивается, но все равно находится в таком нервозном состоянии, потому что нужно еще разобраться с тем, что будет делать Трамп, потому что инаугурация, какие там реформы, преобразования, какие предвыборные инициативы дойдут до какой-то финишной прямой, логического завершения, либо это просто обычный популизм, политические трюки, которые, в конечном счете, ни к чему не приведут. Ну все политики на самом деле такие, главное много чего пообещать, а там в целом можно будет выборочно реализовывать. Так, Денис, как насчет того, чтобы сегодня обсудить классику? Это индекс доллара, евро как оппонента доллара среди рисковых инструментов, ну может золото еще посмотреть, тоже не затрагивали его. Нормально вот этот набор инструментов? Да, я думаю, отлично, актуально, тем более, тут тоже вот пару слов хотел бы сказать. Помнишь, мы с тобой во время прошлого брифинга как раз, скажем, по следам выборов говорили о том, что если проводить аналогию с 2016 годом, когда первый раз победил Трамп, то происходило резкое укрепление индекса доллара, после чего там где-то спустя две или три недели, где-то так, наступил полноценный разворот на ослабление бакса, причем достаточно серьезно, потому что большое количество денег было напечатано на поддержку фондового рынка, вот, остальных активов, и тогда индекс укатали. Поэтому мне крайне интересно, повторится ли история вот в этот раз, то есть укрепление уже есть, критическим уровням, вот мы сегодня как раз об этом поговорим, уже на сами графиках уровням тоже подошли, поэтому так очень будет любопытно, думаю, в ближайшие пару недель понаблюдать до конца ноября. Ну и плюс ко всему, по поводу, если брать политики Трампа, то, в принципе, мы эту первую каденцию узнаем правильно, что он делал, как он делал. И если честно, я тебе скажу, ну, весьма грамотно, на всяком случае, то, что сейчас, и глядя на то, как он прямо сейчас формирует команду, только утром буквально читал, кто сейчас у них становится министр обороны, то есть он назначает реально профильных людей, не то, что те, типа, демократы, да, непонятно что вообще назначали, просто самых обыкновенных коррупционеров по всем фронтам. Здесь как-то вот на первый взгляд, в конце концов, кажется, более забалансированная, что ли, команда и более слаженная. Вот, конечно, время... Слушай, ну вот как раз, да-да-да, вот по поводу назначения у меня вот легкий диссонанс вызвала кандидатуру на министра обороны, потому что это... Я понимаю, почему. Согласен, непривычно. А ты видел, сколько детей у него? Видел, да. Ну, ладно, Трампу виднее, скажем так. Он знает, наверное, больше, чем знают другие. И с чем-то это было связано. Ну, в общем, посмотрим, как, что будет на самом деле. Так, что еще хотелось? Ну, можно, в принципе, переходить к анализу и, походу, будем еще возвращаться к этой теме. Да, в процессе уже мысли идут. Погласен. Так. У меня как раз индекс доллара 105.96. Действительно, это уже уровни, которые выше, чем мы увидели после того, как стало известно, что Трамп одержал победу и теперь 47-й президент США. Американская валюта. Я на своих аналитических брифингах уже тысячу раз говорил, с чем связан этот интерес к доллару. Я думаю, что и ты, сопровождая, опять же, свою аудиторию, тоже много раз уже делал на этот акцент. Понятное дело, что доллар сейчас в такой легкой эйфории, потому что пока трудно сказать, в конечном счете, какие реформы будут доведены до своего финального конца. Но рынок сейчас живет идеями, что Трамп — это тарифы, Трамп — это барьеры, какие-то торговые ограничения, это риски для усиления инфляции, пересмотра денежно-кредитной политики и так далее и тому подобное. Если говорить про миграционную реформу, тоже. Если будут массовые депортации, будет большое количество рабочих мест, при этом ресурсы ограничены в США, соответственно, будет инфляция заработных плат. То же самое, что было в 2022 году. Поэтому рынок, конечно же, сейчас видит очень много предпосылок для роста инфляции. И я, в принципе, соглашусь с тем, что если мы, в конечном счете, будем массировать впоследствии политику Трампа с условиями для усиления инфляции, повышения индекса потребительских цен, то ни о каком агрессивном, последовательном и постоянном многократном снижении процентной ставки, ну, речи быть и не может и не пойдет. Но сейчас у нас уже есть ноябрьское снижение ставки, есть вероятность высокая того, что в декабре ставку снова снизит. Но сегодня у нас Денисовка еще раз подсветил, что мы с тобой проводим эфир перед очень важными событиями. Это неделя не исключение. Буквально через час с небольшим выйдут данные по инфляции в США. Это октябрьские значения и важный показатель, потому что он всегда влияет на действия под резервом этого релиза по изменению ключевой процентной ставки. И ожидание. Рост показателя прогнозируется с 2,4 до 2,6%. Конечно же, я считаю, что маловероятно, что ФРС возьмет и откажется от снижения ставки в декабре, потому что это относительно близкое событие, не может произойти что-то прям кардинально невероятное, чтобы так сильно изменилось позиционирование американского регулятора. Но нужно отдать должное все-таки релизу по инфляции. Если мы сегодня увидим повышение показателя, то есть аналитики экономиста окажутся правыми, то дезинфляционный тренд как подтверждение того, что он замедляется, но это станет очевидным. И чисто теоретически сегодняшний релиз может подвесить, либо стать причиной появления на рынке сомнений о том, что в начале следующего года ФРС будет снижать ключевую процентную ставку. И это можно будет трактовать как условие для укрепления американской валюты. Я прекрасно тебя услышал, я понял. Согласен то, что у нас есть уже опыт прошлой победы Трампа, прошлой реакции индекса доллара на то, что происходит. Но я сейчас, скажем, больше придерживаюсь того сценария, что мы можем увидеть чуть-чуть повыше индекс доллара, а потом уже американская валюта перейдет к развитию нисходящей динамики. То есть я бы пока рекомендовал смотреть на значение 106,5, как вполне вероятный сценарий в плане достижения, с учетом сегодняшнего дня ожидания данных по инфляции и с учетом того, что рынок еще не насыкался, наверное, вот этой идеей того, что при Трампе все изменится в плане монетарной политики. Так, что касается евро, 1,0612 текущей котировки. Я здесь вообще за снижение в районе отметки 1,05. Может быть, не совсем прям полностью разделяя точку зрения, что мы увидим паритет и значения, потому что должны прям быть очень жесткие заградительные барьеры для Европейского Союза, должны быть серьезные условия, из-за которых все поменяется в плане европейской политики. Но в целом, наверное, обосновано то, что евро сейчас под прессингом на фоне укрепления доллара. Обосновано, учитывая то, что внешней политикой может заняться Лайтхайзер, который уже как бы известен всем своим подходом к тому, что нужно объявить торговую войну всем вообще странам с профицитом торгового баланса. Европейский Союз тоже среди этих регионов. Будет ли ЕЦБ активнее снижать процентную ставку? Ну, конечно же, если обложат тарифами, то нужно будет хоть как-то стимулировать экономический рост и снижение ставки на контрасте с действиями Федеризерва. Может привести к очень неприятным последствиям для главного валютного риска. Позиционно, Денис, очень будет интересно, кстати, послушать твою точку зрения, но я думаю, что мы можем легко увидеть отметку 1.05. И что касается золота, агрессивные распродажи больше 200 долларов. Хотя нет, все-таки скажу, что около 200 долларов с локального максимума золота уже потеряла. Рост доллара, повышение доходности американских облигаций, сантимент. Можно ли его сейчас использовать в качестве аргумента, чтобы оправдывать снижение. Но пока значения не такие прям качественные, как обычно, когда я делаю акцент на сантиметр. Не 70, это 30, 60 на 40. Но все равно толпа находится в длинных позициях. И я думаю, что золото в этой связи оправданно находится на отметке 26.00, рядом с этим уровнем. И пока я смотрю также вниз, то, что золото может прогуляться до уровня 2550. Сильно ниже этого уровня, это уже больше 60 долларов. Наверное, пока забегать так вперед не буду. Но потенциал коррекции на 50 долларов с небольшим он в целом еще сохраняется. Так, Денис, слово тебе. Да, тем более есть что сказать. Так, порядок. Должно быть видно. Видно? Хорошо? Да, есть уже демонстрация. Ладно, супер. Значит, по поводу индекса доллара. Здесь, прежде всего, нужно посмотреть вообще, на каких уровнях мы находимся. Сейчас мы в области достаточно сильного сопротивления. То есть, локальный уровень у нас был вот здесь. Более-таки уже глобально-стратегические в масштабах дневного и недельного графиков это уже 106.35, 107 даже. Могут ли без коррекции дойти до уровня 107? Ну, в теории такое возможно. Потому что у нас уже было вот, собственно, движение 23-го года, которое практически без откатов у нас двигалось вверх. То есть, сейчас, в принципе, что-то наподобие происходит. Но я бы пока не списывал со счетом все-таки в верхний уровень. Сегодня я жду, да, добоя выше, добоя где-нибудь там 106.35, плюс-минус. И оттуда хотя бы начало коррекционного движения вниз. То есть, здесь я пока не загадываю, насколько оно будет глубоким. Мы, в принципе, сейчас движемся в рамках восходящего канала. Поэтому, ну, хотя бы могу там протестировать нижнюю часть канала. А потом, если даже движение продолжится, то сделать его через откатный маневр. То есть, сейчас пока, тем более здесь объемов нету, по индексу доллара я не могу сказать о том, что это прямо какой-то глобальный разорол. Скорее, как бы в рамках коррекции и продолжения роста, да, вполне. И сейчас у нас прекрасная зона для начала этой коррекции. Потому что, если вдруг случится так, что добьют на 107, ну, это, пожалуй, те уровни, с которых можно, знаешь, как вот так вот, закрытыми глазами продавать. И, соответственно, откупать остальные валюты, которые окажутся в своих диапазонах, если индекс достигнет верхних границ. Потому что, в том случае, там уже будет разворот именно глобальный. Если в противовес, вот смотреть на евро, здесь крайне интересная картина. Значит, по евро у нас начал заходить объем, сейчас я вот его покажу по кластерному анализу. При падении вниз у нас очень крупный объем начал заходить в районе уровня, вот он, 1.0640. Здесь на 4,5 тысячи латаж был, при этом с перекосом по АСКОМ. То есть, что это такое? Это фиксация, начало фиксации продаж и потихоньку начало накопления покупок. То есть, мы видим это в виде вот такого зеленого кластерного вкрапления. Это также, сейчас у нас по, вот она, по футпринту видно, где именно был сделан перекос в данной свече. То есть, как таковой реакции нет, но для фиксации это абсолютно нормально. Потому что, как правило, когда происходит фиксация, они в несколько этапов идут, там в 2, иногда даже в 3 этапа. То есть, постепенно скидывают, скидывают и потом в один прекрасный момент делается разворот. Сейчас мы находимся просто в глубочайшей области опционного хеджирования. Когда последний раз была аналогичная ситуация по фунту, это было в районе 1.32 примерно, то после этого он улетел вниз, ну, уже видно, да, насколько. Поэтому сейчас абсолютно аналогичная картина у нас проявляется вот здесь. Поэтому я лично чего здесь ожидаю? Что будут еще, сделают добой ниже, то есть, еще пройдут по аналогии, как это показано по индексу доллара, только здесь добой выше, по евро, соответственно, добой ниже. И после этого уже смотреть на коррекционный оскок. То есть, я еще раз говорю, я не говорю о том, что все улетели там куда-нибудь на 1.12. Нет, речь идет о том, что, как минимум, коррекционное движение отсюда, пункт где-то на, ну, 150, может быть, 200, отсюда действительно может пройти, вероятность этому крайне высока. А потом уже пойти на добой, потому что, на самом деле, самые дальние заливки у нас есть вплоть до уровня в районе 1.05. Я прекрасно понимаю, откуда ты этот уровень взял. Это глобальные минимумы, конечно же, не исторические, но это глобальные крупные минимумы, на которые тоже можно, ну, обращать и даже нужно обращать внимание. Плюс ко всему, если смотреть на нисходящий канал, мы четко сейчас торгуемся в районе нижней его границы. И также я построил на всех случаях расширенную версию. То есть, это расширенный плюс стандартный канал. Между ними вот этот диапазон, он показывает нам область буферной зоны. То есть, это разворотная. Другими синонимами это разворотная зона. Так что, да, я сегодня, как минимум, жду еще выброс вниз, возможно, кульминацию. И после этого разворот хотя бы на коррекцию вверх. Поэтому здесь, как по мне, просматривается очень неплохая между ними синергия, конечно же, между индексом доллара и евро. А вот что касается золота, укатали мощно. Ничего не скажешь, реально укатали мощно. Сейчас мы находимся в области самой близлежащей поддержки. Я лично отсюда жду не более чем коррекционного движения. Там где-нибудь 2650, там плюс-минус. И затем добой вниз. Почему добой вниз сюда? Ответ достаточно прост. Если посмотреть сейчас на весь текущий фьючерсный контракт декабрьский, то мы увидим, что самый крупный профиль накопления находится вот в этой области. Рейтинговое накопление у нас будет вот здесь находиться. Поэтому при таком раскладе, так как мы уже прошли полностью рейтинговый объем, мы дали реакцию. Да, вот здесь вот была реакция сделана на рейтинговый объем. Прямо отскок получили. И в принципе, для него это нормально. Это максимум могли дойти только до вот этого диапазона. Это прям потолок. И дальше добой вниз сделали. К промежуточному уровню мы тоже подошли. Поэтому если дадут все-таки отскок где-нибудь к одной, второй, маржинальной зонке сопротивления, отсюда будут открываться возможности для новых продаж. Может, конечно, они пойдут и вообще просто распилят и пойдут с текущих. Всякое возможно. Но в любом случае для того, чтобы войти в продажу, нужно входить по грамотному, входить с коррекцией. То есть, если будет коррекция, от нее скачать, да, тогда все будет абсолютно правильно, выверено и грамотно. Так что у меня лично по золоту такое мнение. И да, я думаю, что где-то на 2500 долларов за унцию мы реально можем дойти. Просто в районе 2600 находится такая промежуточная поддержка, от которой все-таки откорректироваться могут. Ну а по поводу евро с индексом доллара, здесь надо очень внимательно сегодня смотреть, потому что реально могут чисто локальную кульминацию сделать по ним. А потом уже после окончания всей коррекции, которая гипотетически может произойти после этого, уже продолжение нисходящего движения по евро и, соответственно, восходящего по индексу доллара. Ну а так уже очень-очень прямо шкричит на зрелых. Денис, ну что, у нас позиционно общий взгляд. Я думаю, что даже если чуть-чуть копнуть глубже, посмотреть на чуть приближенный, как косочный, здесь тоже синергия полная. Поэтому посмотрим сегодня за реакцию рынка на отчет по инфляции, потому что стоящий триггер, конечно же, и рынок равнодушно точно не останется. Поэтому, возможно, вот эти уровни, которые ты обозначил, они в целом будут добиты уже в рамках оставшихся дней этой недели. Ну что, еще раз тебе спасибо, что подключился. Я кулуарно знаю, что не совсем были удобные условия для этого, поэтому отдельно благодарен, что не пропустил эфир и поддержал всех наших подписчиков аналитики. Ну что, давай тогда ждать отчет по инфляции и далее уже во время следующих эфиров снова подведем итоги и поговорим, или точнее будем готовиться уже к инаугурации Трампа и последствиям для всей мировой финансовой системы. Спасибо тебе, Денис. Все, тебе тоже спасибо за мнение и всем прибыли. Пока-пока. До связи. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok